В начале встречи глава города нам помнил о задачах, реализуемых в рамках социальных программ и отметил, что работа по выполнению приоритетных для сочинцев проектов будет продолжена, в том числе за счет налоговых поступлений и формирования социальной составляющей бюджета. За счет этих новых рабочих мест и за счет увеличения малых и средних предприятий мы, в общем-то, практически находимся с бюджетом олимпийским, то есть тем, который был во время подготовки к олимпийским. Это нам дает не только выполнять социальные гарантии перед своими горожанами, но и идти вперед. Немало тем в рамках встречи было затронуто жителями микрорайона Макаренко. Людей, в частности, интересовало обустройство детских площадок. Речь шла о строительстве игровой зоны на улице Абрикосовой. Анатолий Пахомов здесь же дал поручение направить средства на строительство объекта для детей. У нас просто четыре дома, пятиэтажных, между вторым домом, как говорится. То есть, получается, по номеру шестым и восьмым у нас есть место для детской площадки. Мамы с детьми, ну, негде гулять, негде отдыхать. И хочется сделать там площадку детскую. Интересовались жители и вопросами самовольной застройки, наличием ярмарок выходного дня. По торговле у главы курорта четкая позиция. Город в рынок превращать не будем. Объектов реализации продукции достаточно. К тому же, цены на ярмарках необходимо как можно чаще проверять. И это поручение в адрес специалистов управления. То, что у нас стало происходить сейчас на ярмарках, это неправильно. У нас на ярмарках сегодня цена иногда выше, чем на рынке. Ярмарка, как вы еще раз говорили, это не торговый объект. Это всего лишь механизм рыночного регулирования цен. Человек должен дешевую делать цену, чтобы за два дня продать и уехать. Вопросы незаконного строительства под особым контролем городских властей, отмечает Анатолий Пахомов. Сегодня застройщикам не удастся начать работы в обход закона. А то, что было построено, нередко добавляет проблем. Пример, дом по улице Макаренко, 8, друг 8, который по суду был сдан, квадратные метры распроданы. Работы по благоустройству не завершены. Последствия оползня сегодня устраняют за счет городских служб. Но вывоз земли не решит проблему. Надо делать подпорную стену, систему отвода воды. Мы готовы помогать, подчеркивает Анатолий Пахомов, но за бизнес решать вопросы не должны. И виновные будут отвечать. Необходимо разгрузить дворы от личного транспорта. Гаражей в районе немало, но их используют больше как жилые объекты. Гаражи, они для того, чтобы там стояли машины. В них не стоявцы. А в них жилые. Мы просто знаем, что каждый гараж – это жилое помещение. Запрещенное. Оно ни в коем случае не соответствует никаким нормам. И гаражи должны будут для гаражей. Машины там стоять. И тогда, когда будут туда машины, тогда и со дворов по уходят машины. Разгрузить улицы от припаркованного транспорта – не прихоть, подчеркивает глава города. А мера безопасности, в том числе пожарный. Освободить проезды, доступ к гидрантам, призыв к жителям и поручение управляющим компаниям. К тому же участки для оборудования стоянок в районе есть. С предложениями Анатолий Пахомов порекомендовал обращаться. Они будут рассмотрены. Подобные же встречи глава города планирует проводить чаще. Кроме того, лично проверять исполнение поручений, которые в рамках схода дает своим подчиненным.